Здравствуйте. Здравствуйте. Я понимаю, что вам уже тяжело 8 часов. Владимир Александрович, я могу услышать. Нет, у меня проблем нет, мне не тяжело. А что с таким у вас голос депрессивный такой? Абсолютно нормальный голос. Мне кажется, с вашей стороны он абсолютно депрессивный. Ну, когда кажется, креститься надо, говорят. Кажется, да, я Владимир Александрович. Так я не сильно депрессивен, вот когда смеюсь. С вами все в порядке? А с вами? Вы позвонили узнать, все ли со мной в порядке? А вы позвонили посмеяться? Я не поняла про скачатки. Я не звоню, я смеюсь когда угодно. Или проблемы? Проблемы? Проблем не существует. Запомните и передайте остальным. У кого их не существует? Проблем. Ну, алё, дальше что? Вопросы еще есть? Очень мало, конечно. Так, представьтесь сперва. Да, давайте, начнем. На должности меня зовут Татьяна Александровна. Татьяна Александровна. У вас самое любимое женское имя из всех. У меня вот есть два имени, любимых Марина и Татьяна. Вот. Я очень рада. Но у меня уже, я дочь назвал, дочь назвал Маришкой. А вот хотел бы, чтобы у меня жена Татьяной была. Владимир Александрович. Я уже с двумя Татьянами спешил. Да, слушаю вас, простите, простите, я отвлекся. Я с вами по задолженности по кредиту 33 321 рубль. 74 дня вы не можете внести оплату. А в чем причина? 201 раз я повторяю Анастасия, ой, Анастасия, этого ей 200 раз. А говорите имя любимого. Татьяна, Анастасия, так звали мою бывшую жену, я тоже имею право. Я вспомнил про дочь, вспомнил про бывшую жену. А Татьяна, да, Александровна, у вас отчество, как у меня. У нас папу звали Александриной. Вот. Ну, может быть, у вас в вашем случае зовут, в моем, к сожалению, звали. В моем, к сожалению, тоже. Ну, вот сочувствие, видите, значит, все-таки есть между нами какие-то вот уже общие вещи. Помимо того, что у нас вообще общая Родина, общий мир и общий язык. Это все замечательно, Владимир Александрович. Ну, давайте все-таки о вашем долге поговорим еще. Да, 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 да. 201 раз, Татьяна Александровна, повторяю, что у меня, ну, затруднительная финансовая ситуация. Ну, что значит, в ней ситуация? Вы не работаете или что? Нет, почему? Ну, многие работают, но при этом не справляются с какими-то нуждами и обязательствами. Я работаю. Почему работаю? Вы работаете, то есть заход у вас умеется. Разумеется. Ну, мне почти 33 года, а как же я могу, что мне, не есть, не одеваться, не обуваться? Я полностью согласна, Владимир Александрович. Вот. Я рад, что вы понимаете. В вашем возрасте молодой мужчина, естественно, он должен работать, поддержать семью, тем более. Ага. Да, 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 да. Особенно новую. Вот я вот хочу завести семью. Господь, вот. Я рада за вас. Татьяна Александровна, выходите за меня замуж. Не могу, к сожалению. Владимир Александрович, идите в долге, оплачивайте. А после? До 20 октября, в общем-то, банком выставлено вас крайний срок к оплате, ну вот, и осталось три дня. Три дня? Ага. В течение 74 дней, вот эти три дня остаются у меня, понимаете? В течение 74 года. Так я вот, вы мне так и не объяснили, в чем все-таки причина у меня оплаты. Трудные финансовые, ну да, но при этом зарплата у меня не настолько велика, чтобы, ну, скажем, какие-то, ну, у нас происходят некоторые задержки, знаете, ну, не по зарплате, а по другим, так сказать, направлениям, по премиям и по, вот, всяким, всякому такому. Вы получите премию, а клада вам вовремя выплатишь, Владимир Александрович? Да, ну, а клада хватает только, чтобы вот, кушать, покупать. Да. Так мало зарабатываете? Ну, я менеджер, если вот у вас есть информация обо мне, то вы можете увидеть, не знаю, лично вы можете или нет, но… Менеджер по продажам? Да, менеджер по продажам. Да, соответственно, ну, как и большинство, наверное, менеджеров, мотивированных, живут на премии. Вот вы на что живете? Не на премии? Выбили из Владимира бабос, получили процент. Так или не так? Нет, не так, Владимир Александрович. Тогда вообще вам нет нужды оставаться на этой работе. Бегите оттуда. Почему вы это взяли? Ну, потому что энергетически это очень отрицательное место работы. Что? Энергетически это отрицательное место работы. отрицательное, в минус, в минус. Владимир Александрович, мне пока на данный момент данную работу устраивает. Да зря. Ну, вот она устраивает. Вы сбежите, когда душу свою потеряете? Вы хотите сбежать оттуда, когда душу свою потеряете? Владимир Александрович, опять же. Я вас призываю, идите раньше, хотя бы. Вы мне так и не объяснили. У вас есть шанс. Вы мало зарабатываете, и на сегодняшний день у вас не хватает денег для того, чтобы вы зарабатываете? Я не хочу упоминать в суе такие слова, что я мало зарабатываю. Я богатый, обеспеченный человек. Вселенная услышанная. Богатый, обеспеченный человек. В чем проблема тогда с оплатой? Премии задерживают. Премии задерживают. Бизнес пока, бизнес барахлит. Зарплату вы получаете, а то есть ответ на... Бизнес забарахлит. Вы сами с собой хотите поговорить или что? Или мы, может, все-таки диалог будем вести? Я сам с собой разговаривал до того, как вы мне позвонили. Вы меня прервали от разговора с умным человеком. Татьяна Александровна. Вы это считаете? Я знаю. Продолжим нашу дискуссию, Татьяна Александровна. На чем мы остановились? А мы остановились все-таки на том, что вы мало зарабатываете. Немножко в этот момент не помыла. Поэтому вы не хотите за меня замуж? Владимир Александрович, ответите на вопрос. Я в целом, как бы, доволен своей работой. Понимаете? У меня есть оклад. За вычетом нужно. Слушайте. Вы хотите сами с собой разговаривать? Вы хотите сами с собой разговаривать? Я не разговариваю. Чего вы-то разговариваете, когда я говорю? Я начал отвечать на вопрос, а вы тут же заговорили. Владимир Александрович, когда я говорила. Почему? Блин, вы дома тоже так разговариваете одновременно с тем, кто с разговариваете. Я веду диалог, Владимир Александрович. Просто вы задали вопрос. Я вам тоже задаю вопрос. Давайте представим, что я ваш муж. И вы разговариваете со мной, введя диалог. Давайте. Вы даже сейчас, я вот говорю, вы даже сейчас... Потому что я не буду с вами разговаривать, пока вы не назовете меня муж мой. Владимир Александрович, еще раз спрашиваю. Вы... Выходи за меня, Танюша. Выходи за меня. Да, готов, Татьяна Александровна. Тогда я слушаю ответ на свой вопрос, Владимир. Да, у меня... Я доволен своей работой. У меня оклад. Он не такой большой. То есть, смотрите, я могу просто... Вы мне не ответили в чем, почему вы не оплачиваете Я пытаюсь уже которое время ответить. Но вы же, блин, начинаете... Как будто не хотите слушать мой ответ. Я пытаюсь ответить... Вы ведь одно и то же попали... Так я еще нет. Я еще не... Я просто не... Я же просто не закончил. Я же просто не закончил свой ответ. Я слушаю вас. А чего вы с самого начала не стали слушать? С третьего, блин. С третьей попытки пытаюсь ответить на ваш вопрос. Вот за вычетом всех необходимостей моих личных и моей семьи, У меня не остается денег на то, чтобы вносить 15 тысяч. Такой семьи, Владимир Александрович. Вы же сказали, что у вас сейчас нет семьи. Ну, у меня есть родные люди. Как вы не хотите творить? Нет, почему? У меня... У меня есть семья-то в любом случае. У меня есть мама, у меня есть братья, у меня есть сестры, у меня есть бабушка с дедушкой. У меня есть... У меня есть... Вообще у меня семья большая. Я рада за вас. Источники дохода в настоящее время у вас имеются. Я работаю и зарабатываю деньги, Татьяна Александровна. Выходи за меня замуж. Сколько ты будешь меня мучить уже? Где вы сейчас проживаете, Владимир Александрович? Это к какому вообще... Это не относится к нашему вопросу. Ты будешь жить со мной. В любом случае, не переживай. Я обеспечу тебе жильем. Владимир Александрович. Да. Почему что? У меня не осталось. Я получил зарплату. Я получил зарплату. И у меня... Ну, купил одно, другое, третье там. Кое-что там дочурки своей любимой передал Анастасии. Там еще что-то. Ну, Анастасия это ее маме, скажем так. Ой, у меня скоро труба сядет. Если что, не обессудьте, Татьяна Александровна. 18. Внутри.